Жители Струнина недовольны ремонтом больницы. Многострадальное учреждение прославилось на всю страну после обращения инициативной группы напрямую линию к президенту в июне этого года. Жалобы касали закрытие ряда отделений, нехватки врачей и лекарств. Вадимир Путин поручил Минздраву совместно с областной администрацией отремонтировать больницу к концу года и закупить современное оборудование. До срока осталось два месяца, а фасад покрашен только на корпусе дерматовенерологического отделения. Вот отделение психического здоровья, оно, конечно, нас пробукцовывает. Мы, наверное, его не сможем сдать в срок. И срок-то уже прошел. 6 октября мы должны были его уже как бы ввести. Мало того, что ведь надо же его еще оснастить медицинским оборудованием. Мы нового оборудования не получили, еще ни одной единицы. Ситуацию со Струнинской больницей держит на контроле новый губернатор Владимир Сипягин. По его словам, работа завершаться к сроку. Закупка оборудования уже идет. На днях он лично посетил больницу, следующий свой визит запланировал на середину ноября. Это закупка оборудования. Этот процесс идет. Финансовые средства в размере, я даже сумму готов доложить, 34,7 миллиона рублей для районной больницы и 2,2 миллиона рублей для, значит, соответственно, детской поликлиники. Этих финансовых средств достаточно для того, чтобы оборудовать данные медицинские учреждения в соответствии с перечнем поручений. На ремонт отделений детской поликлиники ушли около 40 миллионов рублей. Подрядчик не скрывает, отставания есть. Всему виной бюрократические проволочки, да и деньги поступали нерегулярно. К концу ноября строители обещают закончить капремонт психоневрологического отделения 25 декабря детской поликлиники. Здесь все работы, они идут в своем нормальном русле. По срокам, значит, здесь 4 объекта. Главный корпус, он уже сдан. Инфекционные отделения, инфекционный корпус, он будет сдан где-то через неделю-полторы максимум. То есть он практически готов к сдаче. Ремонт остальных зданий больничного городка пройдет в 2019 году. Самым больным остается вопрос со взрослой поликлиникой. Уровень ее износа выше 70%, варианта 3. Капитально и дорого ремонтировать, строить новое здание или переносить. Однако последний вариант категорически не устраивает жителей. Хотели перевести поликлинику в терапию, что она по площадях не умещается. Терапию в дерматологии, дерматологию закрыть. Но для того, чтобы там делать, нужно, опять же, увеличить здание, чтобы поставить флерограф и рентген-кабинет. Поэтому по площадям мы не влезаем туда. Потому что только у хирурга нужно было три кабинета. В Александровской районной больнице, в состав которой входит Струнинская, рассматривают все варианты. Идеальным стало бы строительство новой поликлиники. Больничный городок стал бы цельным. Однако в следующем году стройка точно не начнется. Деньги в обосновом бюджете оказались не заложены. Министерство также не прислало средства. А вопрос поликлиники, строительства, ремонта, он был отнесен на 2019 год. И вот, может быть, действительно, к счастью, у нас есть какое-то еще время, сейчас эту проблему проработать. Если решится вопрос, может быть, мечтаю о выделении денег. Да ради бога. Ну, с двумя руками построим здесь новую поликлинику, и все будут счастливы. Но не решится. Вот у нас есть время пока сейчас посмотреть, какие-то варианты проработать. Актуальной остается проблема с обеспечением струницев лекарствами. Пациенты жалуются, что все покупают сами. Главный врач ответил всему виной. Организационная неувязка, неврологическое и терапевтическое отделения не поделили препараты. Он обещал разобраться в ситуации. Екатерина Зинурова, Петр Соколов, Губерния, 33.